Итак, дамы и господа, распаковка по ссылке не моей, а полученной по просьбе человека. Моя миссия проверить, протестить и отправить дальше. Сейчас человечек ждет с нетерпением видео с моим впечатлением о том, что он купил. А я бы сказал, так он ждет, когда я начну облизываться, глядя на то, что он все-таки купил. Перед вами Insta360 Ace Pro с оптикой Leica, совместно сделано. То есть инженеры работали совместно с инженерами Leica. Передний маленький экранчик, задний основной цветной и куча наворотов типа 4К 120 кадров в секунду и так далее. Это мы все изучим изнутри из ее настроек. Пока нужно ее аккуратненько вскрыть. Самые приколы здесь то, что она, во-первых, изначально водонепроницаемая, во-вторых, у нее магнитное крепление с фиксацией, то есть не просто примагничивается, но в пазы впадает. Ночное видение у нее хорошее, потому что большая матрица, хорошо видит движение, стабилизирует. Вот еще раз упоминание 4К 120 кадров в секунду. четкое видео со стабилизацией. Сенсор 1,3 дюйма. Никогда не мог понять, что имеется в виду. То есть это либо один сенсор размером 1,3 дюйма, либо сенсор, блин, деленный на 1,3. Не специалист я по размерам сенсоров и как распознать вот это дело. Что за 1 делить на 1,3? Я по математике, если думаю, то тогда вообще не сходится. Если один сенсор по диагонали 1,3 дюйма, то вот сходится. Кто у нас тут в этом больше шарит, пишите внизу в комментариях, пожалуйста. Открывал максимально аккуратно. Все видели? Угу. Походу зря, да? Точно. Потому что поднимается оно вверх. Значит, нужно было не так открывать. Вот как надо было открывать, чтобы ничего не попортить. Хотя, нужен ли этот целлофанчик, это уже вопрос другой. Ну что, открываем. Включаем свет. Та-дам. Ну что, сравниваем. У меня для сравнения есть моя EZ 4K, от которой карту памяти сейчас уронил. Карты памяти быстрее у меня нету. Соответственно, тестить будем, если там карточки не стоят, именно с этой камерой. Передний экранчик. Основной экранчик. Кнопочки. Ох ты, как он туго отходит-то. И неужели это все водонепроницаемое? Круто. Если так. Ну что, кнопка под резиновой пробочкой, я бы сказал. Кнопка питания слева тоже. Под такой же кнопкой. Слушайте, может и вправду водонепроницаемое. Фиг его знает. Это у нас открываемый отсек с резиновой прокладкой. Да. Под карту памяти пас, точнее слот у нас именно здесь. Ее нарисовано пихать, по-моему, вот так, если не ошибаюсь. Ну, вроде вошла. Там же пор для зарядки, как я понимаю. Так. Это у нас... Ага. Нажать и сдвинуть. И тогда откроется аккумулятор. Легко съемный. Это радует. Внушительных размеров. Посадка под ним металлическая. Сейчас дам свет. Все круто. Да. Что на аккумуляторе? Ну, как говорится, на таком языке я и не понимать. Ладно, проверяем. Так. Ну, вроде все. Пробуем все-таки включить. А он говорит, что ж тебе. Моя, говорит, твоя, не понимай. Неужели все-таки разряжен? Подаем питание. Смотрим, что будет. Раз. Два. Пошла зарядка. Видимо, и вправду гаджет был разряжен. Окей. Идем к коробочке. Здесь у нас аксессуары какие-то. Я так понимаю, это то самое магнитное место крепления. Ну уж, извиняйте, придется освободить от наклейки. А, ну да, понятно. Так, и... Оп. Не попал. Слушайте, реально не попал. Или тут еще и кнопочки, помимо всего. Так, понятно. То есть он не только магнитный, но он еще и с кнопочками. Я бы не сказал, что он супер хорошо держится. Ну-ка, а так. Та же фигня. Может, я, конечно, лыжи не тем смазываю, но у меня он не держится. То есть только с усилием. Да простит меня хозяин этого драндулета. То есть помимо магнита еще две кнопки все-таки нажимать обязательно. Тогда в рекламе получается лажа. В рекламе говорили, что только магнит прищелкнул и забыл. Вранье. Ладно, пока она заряжается, это мы посмотрели. Убираем обратно. Мне это больше не интересно. Я лучше болтик прикручу, чем вот на такие вот четыре зажимочки. Буду рассчитывать. Это мое мнение. Так и договаривались. С тем, кто заказал данную камень. Это у нас кабель для зарядки. Это неинтересно. Это у нас липучка, у которой на конце крутилочка. А и стандартный крепеж. Куда он здесь делается? А, соответственно, он к этой прикручивается. И болтик в наличии. То есть как регистратор повесить вы уже можете. Далее бумажки, наклейки. В общем, неинтересный мне хлам. Да простит меня хозяин. Которому я, возможно, этим видео уже подпортил настроение. Но я, к сожалению, никогда не вру. И рассказываю именно свое мнение по результату испытаний. Подключение этого магнитного, легко подключаемого, судя по рекламе, гаджета мне не понравилось. Ну что, смотрим, включится ли камера. С ощущаемым щелчком она включается, это точно. Включится ли она при питании? Это непонятно. Так, это пленка прозрачная, надеюсь? Да. О! Включилась. Это уже радует. Русский. Дальше. Ещё нужно программу загрузить. Инстатриста шестьдесят. Установить. Ни фига себе. Это что, новые параметры Google? Что за фигня? Жесть. Чтобы я ещё свой пароль помнил. Угу. Новый геморрой. То есть теперь устанавливай программу, каждый раз вспоминай свой пароль. Обалденная система. Тем временем камера уже отключилась. Она всё ждёт. Включение и выключение происходит, как будто бы звук срабатывания электрического реле на 220 вольт. То есть с таким звуком процесс происходит. Дайте-ка я тем временем гляну. Что у нас с аккумулятором-то? Да нет, жив. Тогда непонятно, почему она сначала включаться не хотела. Микрофонов, как я поначитался, должно быть много. Но я вижу пока три. Три микрофона. Может быть внизу тогда четыре. Спереди у нас заряд аккумулятора. Да, он близок к нулю. 4К на 60 кадров в секунду. 16 к 9. Вот это круто. Вот эта подсветочка тоже интересная и яркая. Датчик положения пространства срабатывает. Экран вертится живенько так. То есть очень хорошо у нас все с датчиком. Спасибо. 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 Кто не заметил, 643 мегабайта. Открываем. Открываем. Согласен. Разрешить. 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 Войти в программу. Происходит подключение. Подтвердить. Найдена новая прошивка. Понятно. Ждем. Ждем. Разрешить. 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 Понятно. Надеюсь, нажав кнопку «Готово», я пока не буду обновлять прошивку, просто обновлю ее позже. Точно. Настройки. Золотые задачи. Что значит «золотые задачи»? Регистрироваться и все такое. То есть основные задачи, я бы сказал. Техподдержка, справочный центр, настройки сообщества, сообщество Института 360, подключить устройство. Все равно говорит «обнови». Самое смешное, ребята, было то, что я, оказывается, забыл включить блок питания. То есть питание на камеру просто не шло. Сейчас же я подключил, она ест один ампер. Посмотрим, что будет, если нажать «Повторить». Ничего не будет. Все-таки придется ждать. Продолжаем процесс настройки. Соединение. 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 Она вроде как чуть-чуть зарядилась. Дальше. Подключаться будешь? О. Подключиться. Подключиться. Обновление. Загрузка. Загрузка прошивки. Камера пишет. Хорошо. То есть, заряд больше 20% по ее мнению. Ей этого хватает. Она до сих пор ест 5 вольт 1,4 ампера. Проверка прошивки, обновление прошивки. Перезагрузка. Опять русский, дальше подключаемся. Перезагрузка. 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 Это мы пока не будем. Пароль Wi-Fi. Это видео. Понятно. Ручные настройки. Автоматические настройки. 4К. Как я понимаю, это у нас сейчас все относится к настройкам веб-камеры. То есть она сейчас подрубилась как веб-камера, грубо говоря. У-у-у. Нафиг. Nothing. А как обратно? Не так. Ага. Готово. Все. 4К. 25. 30. Упс. Тут что-то нажал. Ну, видит она хорошо, весь мой кавардак. Ну, автофокус, как всегда, не завезли. Это у нас предустановленный. Почему мне, на самом деле, экшен это не очень нравится? Здесь деварп. Ага. 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 То есть самый широкий это экшен. Все понятно. Это зумчик был. Ладно. Настройки. Где у нас? Заряд 49%. Короче, все. Надоело мне все это дело. Я ее подключил. Я ее потестил. Потом будем изучать. Так. Высказывай свое мнение. Стоит ли эта камера своих денег? Наверное, стоит. Но ее стоит покупать тем, у кого нету камеры лучше. И тем, кому не важно наличие автофокуса. Потому что мне, например, автофокус нужен. Мне нужна близкая съемка детальная. Мне эта камера не подошла. У меня есть не намного более худшая камера E4K. Которая снимает с 4K всего 30 кадров в секунду. Стабилизатор у нее попроще. Светосила не намного, но все-таки слабее. И меня она устраивает. Если я буду брать камеру с 4K, 120, 60 кадров и так далее. Это будет либо взамен, когда E4K сломается. Либо все-таки с автофокусом. В остальном камера, конечно, хорошая. Много наворот, фотозащиты. Все это круто. Но у меня есть, как я засветил в кадре, другая камера. К ней есть куча боксов. И она меня устраивает. А это, конечно, хорошее. Но я уже высказал свое мнение. Это была не просто распаковка, а распаковка с выявлением моего мнения о данной камере. Всем спасибо.